Книга «Открытым оком», 26-й том, тема канонизации, вопрос 3816. Какому святому искренно можно молиться без поправок в уме на то, что он что-то все же делал не так? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Таких, видимо, нет, не считая апостола Павла. Я признаю всех святыми, но про себя все же знаю, что надо бы вот в таком-то месте вот так, а не шаблонно монашески. Куда уж выше миссия была у Кирилла с братом его Мефодием. Но как только они выполнили, по их мнению, полностью свое посланничество от земного царя, так-то сейчас же снова и скрылись в монастырское уединение. Если бы не царь Игнатий Михаил, вызволивший их из монашеской кельи и уговоривший пойти на благовестие, мы бы и не знали про этих двух затворников. Тут царю Игнатий Михаилу нужно не меньшую похвалу воспеть, а его имя даже знатоки не знают. Почему? Да только потому, что царь не был монахом. Потому что разумение необходимости благовестия есть просто ничто в сравнении с монашеским уединением и созерцанием в молитвенном духе. Почему бы не организовать школу миссионеров и не послать бы потом к мусульманам, евреям? Видели бы они, что выпарилось через созерцание в келиях, когда развернутым фронтом идут магометане, еретики и прочие нехристи. Вот как это описано в житиях 11 мая 869 год и 885 год. Кавычки открыты. Ничего никому не сказав, он отправился в Золотой Рог и там скрылся в одном монастыре. Долго искали Константина и только через шесть месяцев нашли его. Занять прежнюю должность они не могли уговорить его. В это время блаженному Константину было 24 года. Царь вместе с патриархом собрали собор, на который позвали Константина и сказали ему, «Слышишь ли, философ, что говорят скверные агаряне на нашу веру, если ты слуга и ученик своей троицы, иди и обличи их». В Константинополе царь и патриарх встретили блаженного Константина с похвалой за тот богоугодный труд, который он выполнил. Но недолго был Константин в царьграде. Скоро он ушел в одно тихое и глухое место, где стал заботиться только о своем спасении. Отсюда Константин отправился на Олимп к старшему брату Мефодию, с которым и стали жить вместе, исполняя в гостничестве и иноческие подвиги. В это время греческому царю Михаилу пришли послы от казар. Тогда царь Михаил по совету святейшего патриарха Игнатия, бывшего после святого Мефодия, решил отправить к казарям блаженного Константина, который признали с Олимпийской горым. Святые Константин и Мефодий взяли часть святых мощей и возили их всюду, куда сами ходили. В этих беседах Мефодий почти не принимал никакого участия, так как был меньше обучен, чем Константин. Он, как бывший воевода, лучше знал, как обходиться с народом, чем как вести ученые беседы. Поэтому Константину, который с малых лет был искусен в науках, хорошо знал в священном писании и был хорошим проповедником, готовым дать ответ на всякий вопрос, пришлось одному вести беседы о вере. Мефодий же помогал Константину своею богоугодную молитвою. В царь Граде Константин и Мефодий принялись с великой честью, как апостолов. Им предлагали сан епископский, но не захотели его принять. Мефодий же сделался игуменом полихроньевого монастыря, а Константин поселился при церквистых апостол. Вскоре оба были призваны на новые труды. Борис или Богорис, царь болгарский, после войны с греками пожелал принять христианскую веру. Мефодий предпринял путешествие в Болгарию. Он изобразил на стене царской палаты страшный суд и объяснил царю блаженство праведников и муки грешников. Царь, уже приготовленный словами и примером сестры и чудесным превращением бедствий, принял христианскую веру. Это было в 860 или 861 году. Не успели Константин и Мефодий окончить начатого дела в крещении болгарского народа, как новое поприще открылось для их апостольской деятельности. Князь Моравский Ростислав по научению Божию держал совет со своими князьями, со всем народом моравским о том, чтобы послать послу греческому царю Михаилу с просьбой прислать христианских учтелей. Царь Михаил собрал собор, на который был позор селософ Константин. Ему царь обеял желание славян и сказал, «Философ, я знаю, что ты нездоров, но необходимо тебе идти туда так, как никто не может выполнить этого дела лучше тебя». В скором времени Бог, слушающий молитвы рабов своих, исполнил то, о чем просил Константин. Он изобрел славянскую азбуку, содержащую в себе 38 букв, а затем приступил к переводу греческих священных книг на славянский язык. В этом он помогали блаженный Мефодий и ученики. Перевод священных книг был начат с первой главы Евангелия Теоанна. После этого Константин вместе с братом Мефодием и с учениками отправился в славянские земли. Царь дал им дорогу достаточное количество всяких необходимых вещей. Вручая славянам бесценный дар Слову Божию на родном языке, Константин в предисловии к Святому Евангелию говорит им, «Услышьте, все славяне, слово, которое крепит сердца и умы». Устрояя училище для славянских отроков, они приобрели много учеников, готовых быть хорошими учителями и достойными священнослужителями в своем народе. С этой целью, чтобы посвятить своих учеников в священный царь, святые братья задумали отправиться в Рим. К тому же бывший в то время Папа Николай, узнав об успехах проповеди святых Константина и Мефодия, желал видеть их в Риме, как ангелов Божиих. На другой день Константин пожелал принять стиму, причем был назван Кириллом. Болезнь его продолжалась 50 дней. Однажды во время своей болезни Кирилл обратился к Мефодию с такими словами, «Вот, брат, — говорил он, — мы с тобой были как дружная пара валов, возделывающих одну нивы. Вот я падаю на борозде, окончив свой день. Я знаю, что ты сильно возлюбил гору Олим, но ради горы, не думай оставлять свое учение. Этим подвигом ты лучше можешь достигнуть спасения». Перед тем, как опускать гроб, епископы сказали, откроем раку и посмотрим, нельзя-то лечить что-либо от святых мощей. Но как ни старались, они не могли по усмотрению Божию открыть раку. И тогда святые мощи опустили в правую сторону алтаря к сверху святого Климента. После этого старый враг и противник истины воздвиг против Мефодия, Моравского князя и немецких латинских епископов этого края. Святой Мефодий был позан на совет, на котором ему предложили такой вопрос. «Зачем ты учишь в нашей области? Если бы я знал, отвечал на это, святой Мефодий, что это ваша область, то я не учил бы здесь, но эта область принадлежит святому апостолу Петру. Если же вы ради ссоры или хаимства будете поступать не по правилам, возбраняя проповедовать учение Божие, берегитесь, чтобы, когда будете пробивать железную гору головной костью, не проломить свою голову». Говоря с дневом, отвечали им епископы. «Ты сам на себя накликаешь беду. Я не стыжусь, — говорит истину. И перед царями отвечал святой Мефодий. Вы же относительно меня не как хотите, так и поступаете. Я не лучше тех, которые за правду переносили многие мучения в этой жизни». Много было произнесено величей на этом собрании, но сказать что-либо против Мефодия, его противники не могли. Много говорили епископы относительно Мефодия. Наконец, ослали его в Швабию, где содержали в темнице два с половиной года. В темнице немцы всячески издевались над святым Мефодий, мне давали есть по несколько дней. Когда была зима, они его босово с непокрытой головой выводили на тюремный двор, ставить на снегу и заставляли его так стоять на одном месте в сутки, а то и больше. Они били даже столом Мефодия батаками, но Господь сохранял и укреплял святого. Большое утешение доставляли святому его ученики, которые часто навещали его в темнице. Зашло известно заключение святого Мефодия до папы. Узнав об этом, папа Иоанн VIII, преемник Андриана II, прислал проклятие на немецких епископов и запрещение совершать им литургии до тех пор, пока не освободят Мефодия. Тогда епископ освободили Мефодия, но сказали Коцеллу, пан Нонскому князю, если ты возьмешь к себе Мефодия, не считай нас за доброжелателей. Однако сами эти епископы не избегли суда Божия апостола Петра. Четверо из них скоро умерли. Папа Иоанн, желая в это время получить помощь против сарацинок немецкого короля, принял сторону немецких священников, прислал Моравию такое послание, которым запрещалась славянская служба и только было позволено говорить на славянском языке проповедник Мефодий, прочитав все послания, сказал, что же теперь, что же будет теперь? Люди будут приходить в церковь и стоять, ничего не понимая, и позабудут учение Христовое, воскреснуть в Моравии языческие обычаи. Нет, я не стану служить по-латыни, это будет людям во вред. Немецкие священники донесли об этом папе, и папа потребовал Мефодия в Рим, святой Мефодий прибыл в Рим, и папа учредил над ним суд. Великий день Кирилловой кончины! Каким приветствием сердечным и простым тысячелетней годовщины святую память мы почтим! Какими этот день запечатлеть словами, какими словами, сказанными им, когда, прощаясь и с братом, и с друзьями, он, нехотя свой прах, тебе оставил Рим, причастный его труду через целый ряд веков, через столько поколений, и мы, и мы его тянули борозду среди соблазнов и сомнений. И в свой черед, как он, не довершив труда, и мы с нее сойдем, и словеса святые, его воспомянув, воскликнем мы тогда, не изменяй себе, великая Россия! Не верь, не верь чужим, родимый край, их ложной мудрости, иль наглым их обманом, и как святой Кирилл, и ты не покидая великого служения славянам! 1869 год, Федор Кучев, Лука 11, 49-60-52 «Потому и премудрость Божия сказала, пошлю к ним пророков и апостолов, из них одних убьют, а других изгонят, да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира. Горя вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли, и входящим воспрепятствовали!» Кавычки закрыты. Многие мирские песни и стихи у духовного человека сами перекладываются на возвышенный, а не на приземленный тон. Минула страсть, и пыл ее тревожный, уже не мучит сердце моего, но разлюбить тебя мне невозможно. Все, что не ты, так суетно и ложно, все, что не ты, бесцветно и мертвом. Без повода и права негодуя, уж не кипит бунтующая кровь, но с прошлой жизнью слиться не могу я. Моя любовь, о, друг! И не ревнуя, осталась та же прежняя любовь, так от высот нахмуренной природы с нависших скал сорвавшийся поток из царства туч, грозы и непогоды. Простор степей выносит те же воды, и дать течет, покоен и глубок. 1958 год. Алексей Константинович Толстой. Иеремия 17, 21. Так говорит Господь, берегите души свои. Любая душа, жаждущая общения с Богом, но не допущенная к Библии, могла бы сказать супреком к монаху. Не говори, меня он, как и прежде, любит, мной, как и прежде, дорожит. О, нет, он жизнь мою бесчеловечно губит, хоть вижу нож в его руке дрожит. То в гневе, то в слезах, тоскуя, негодуя, увлечена в душе, уязвлена, я стражду. Не живу им, им одним, живу я, но это жизнь. О, как горька она! Он мерит воздух мне так бережно и скудно. Не меря так и лютому врагу. Ох, я дышу, еще болезненно и трудно. Могу дышать, но жить уж не могу. 1851 год. Федор Иванович Тюрчев. Исайя, 28, 20. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться. Слишком узкое одеяло, чтобы завернуться в него. Каждая душа венчается в сохристом крещении. И когда человек отступает, то меркнет вся красота природы. И даже самые близкие люди такими тусклыми кажутся, ищут кого-то обвинить, чтобы через самоправдание хотя бы как-то уменьшить свою горесть. Я не люблю тебя такой, не нравлюсь я себе, не нравлюсь. Я не люблю себя такой, не нравлюсь я себе, не нравлюсь. Я потеряла свой покой, с обидой и никак не справлюсь. Я не плыву, иду ко дну. На три шага вперед не вижу, с тебя виню, с тебя кляну, бунтую, плачу, ненавижу. Опамятуйся, просветлей душа, вернись с былое зрение. Земля, пошли мне исцеление, влей в темное мое смятение, в покоствие твоих полей. Дни белизны, чистейший свет, живые искры снежной пыли, не говори с тоской их нет, но с благодарностью были. Все было пар над полыньей, молчание мельницы пустынной, пересеченной лыжней поляны ровности простынной, и бора запах смоленой, и как в песцовых шубах сучья, и наводненной луной полночной гориницы беззвучья. У всех бывает тяжкий час на злые мелочи, разъятый. Прости меня на этот раз, и на другой, и на десятый. Ты мне такое счастье дал, его не вычтешь и не сложишь. И сколько б ты не отнимал, ты ничего отнять не сможешь. Не слушай, что я говорю, ревнуя, мучаясь, горюя. Благодарю, благодарю. Вовек не отблагодарю я. Вероника Тушмова Иов 6.14 К страждущему должно быть сожаление друга его, если только он не оставил страха к Сидержителю. Кавычки закрыты. В иудейском народе мало кто видел полное отступление. Все в обрядности пытались выразить свое отношение к Богу. Среди священников, левитом молодым, на страже утренней он долго оставался. Ночью иудейское сгущалось над ним, и храм разрушенный углюма созидался. Он говорил, небес тревожно, желтизна, уж над Ефратом ночь, бегите, иреи. А старцы думали, не наша в том вина. Все черно-желтый свет, все радость иудеи. Он с нами был, когда на берегу ручья мы в драгоценный лен субботу пеленали и семисвечникам тяжелым освещали Иерусалима ночь и чат небытия. 1917 год. Осип Мальденштаб. Иеремия 13.24 Поэтому развею их, как прах, разносимый ветром пустынной. Иезекииль 5.12 Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя. Третья часть падет от меча в окрестностях твоих, а третью часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними. В кавычке закрытое разрушение видимых святыней, превращение их ничтожества в знак отвержения. Полу тьма и поля, горизонты оправленные, широки, как моря, усеченные и обезглавленные церкви бросили там якоря. Эти склады и клубы прекрасно стоят, занимая холмы и на горе, привлекая любой изучающий взгляд на ненастье себе и на горе. Им народная вера вручала места, и народного также неверия. Не смягчила орлина их красота, ощипали безжалостно перья, перерубленные почти пополам. Небеса до сих пор поднимают, и плывет этот флот по лугам, по полям. Все холмы, как их старь, нанимает. Полуночь, но до полночи далеко, полусумрак, но враг только начат, и старинные церкви стоят высоко, до сих пор что-то значат. Борис Луцкий, Иеремия, 11-20. Но, Господи Саваоф, судья праведные, испытывающие сердца и утробы, дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я делом моем. Субтитры создавал DimaTorzok